Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Не успели отшуметь новогодние торжества? За окнами установились стабильный минус 10, и, казалось бы, всё в природе спит. Но наши декоративные любимцы бесперерывно требуют к себе огромного участия. Сегодня моё внимание привлёк великолепный Адыниум, чьи родословно уходят своими корнями в Южную Африку, в земли страны с поэтическим названием Пумаланга и таким родным с детства берегам сказочного Лимпопо. Годовалые растения здоровы и хорошо развиваются. Наращивая корневую систему, решила сбежать из горшка, выставив на показ беленькие корешки. А теперь вспомним, что Адыниум – коренной житель региона с песчаной почвой и жарким климатом. Сложно ожидать, что оголённым корешкам придутся по душе январские морозы средней полосы России. А значит, нам предстоит задача создать комфортные условия благодаря хорошо дренированному воздухопроницаемому субстрату, в качестве питательной основы мы используем низинный раскисленный торф. Он уже хорошо знаком Адыниуму и входил в состав предыдущего субстрата. В среднем это две части от полученной массы. А вот к нему для того, чтобы улучшить качественные показатели субстрата, я добавила одну мерную ложку сапропелля, применяя которую мы на длительный срок получим здоровую полудородную почву растений с усиленным иммунитетом. Для хорошего дренажа использовала одну часть совсем крохотных керамзитных шариков. Конечно, в идеале хорошо добавить лаву, но в её отсутствии прекрасно подойдёт толчёная кирпичная крошка. У меня различные фракции от самой маленькой до где-то 5-7 мм. А также берёзовый уголь, тоже измельчённый до такой же фракции. Мой выбор горшка – это мягкий, широкий, низкий транспортировочный горшок. Мягкий пластик, в котором для дополнительной аэрации были проделаны горячие спицы, боковые отверстия и засыпан керамзит. А нам осталось собрать все ингредиенты вместе. Для этого в миску с торфяной смесью добавим одну часть крупного вечного песка. Своё название суккулентный полукустарник получил от географического обозначения местечко Адена в Аравии, где было обнаружено и описано как видовое первое известное растение. При составлении грунта нам приходится учитывать климатические особенности и почвенный состав Южной Африки. А он достаточно разнообразен. От злаковых саван до тропического редколесия, в котором приобрел плодавют сбрасывающие листья на сухое время года растения и красно-красно-бурые почвы. По мере увеличения засушливого периода и общего уменьшения осадков, растительный покров становится более низкорослым, со своеобразной плоской кроной. Вот они вам арабикумы. А почвы более задерживающие влагу и несколько большим содержанием растворимых соединений в красно-бурых почвах. Вот почему для хорошего развития каудекса, образования центрального и боковых корней, нам требуется воздухопроницаемое, с высоким содержанием частиц, впитывающих влагу, и постепенно по мере просыхания почвы между поливами, подающим влагу корням, абсорбент вашему вниманию. Все это мы и собрали в наш субстрат для адениума. Адениум мультифлорум, а именно так он был заявлен при продаже на одном интересном интернет-сайте семечком, приехал ко мне год назад. Мне просто не терпится рассмотреть, что же с корневой системой. А для этого мы обожмем стаканчик для рассады со всех сторон. Грунт хорошо дренирован и предварительно просушен в течение пары суток. И потому без особых проблем покидает стакан. Самое важное не повредить проросшие сквозь дренажные отверстия корешки. И таки да, часть старого грунта осыпается, а дренажный керамзит удерживается добротными корнями. В мои планы не входит усечение корневой морковки. Вот почему я оставлю небольшой корневой кум и лишь аккуратно извлеку керамзит. Подснимем старый субстрат сверху. Освобождаю каутекс лилиемпалы, а именно такое общее название имеет южноафриканский адениум микрофлорум. Хорошо дренированный и легкий субстрат обеспечил хорошее развитие корням. А малый объем стакана позволил им принять интересную форму. Отлично! Скальпель нам не потребуется. Забегая немного вперед скажу, я буду разгонять корни, а не формировать их при помощи обрезки. Получилось все именно так, как и заявлено по сорту. Южноафриканское плоскогорье со свойственным экзотическим разнообразием ландшафтов имеет высокодекоративную флору. Освободив на 2 см каутекс от старого грунта, у нас появилась возможность поближе рассмотреть развитие корней. Центральная морковка плотная, короткая и упитанная и образовала красивый изгиб в стороны. Буквально сразу, отставив в бок плотно прилегающий второй корень. По мере взросления растения, плавные корневые изгибы будут эффектно смотреться, придавая особенную декоративность адениуму. И отступая еще на сантиметр в глубину, центральная морковка разделилась по бокам на 4 плотных и толстеньких корневых отводка. Красота! После тщательного вымешивания всех ингредиентов, у нас получилась живописная картина питательного и прекрасно дренированного субстрата. Аккуратно выкладываем грунт поверх слоя крупного керамзита. Керамзит занял 1 четвертую горшка, немного сократив его объем, но сохранив ширину. А в случае случайного избыточного полива, поможет вывести избыток влаги из горшка. В природе адениум мультифлорум встречается в песчаной почве на открытых солнечных местах. Растения, естественно, хорошо приспособлены к горячему воздуху и сухой среде. Суккулентные стебли и клубни выполняют функцию сосуда с водой, чья задача – обеспечить влагой растения в самое сухое время года и позволяют равномерно расходовать накопленные полезные вещества в период покоя, в самых суровых для растений условиях. Холодная погода вызывает покой в зимние месяцы, а толстые, бугристые подземные стволы помогают выдержать длительный период засухи. Примеряем адениум, выбираем желаемую высоту посадки. На мой взгляд, стоит немного увеличить посадочную лунку и плавными движениями подсыпаем субстрат в самый центр развившихся корней, на то место, которое еще совсем недавно занимал керамзит. Это поможет обеспечить сохранность корней, а крупные фракции кирпичной кружки придадут направление для их развития. Закрепляем пружинистые основания красавца. Мои адениумы – жители северного окна. И знаете, я нахожу в этом определенные преимущества. Во-первых, если мне нужно обеспечить период покоя, я выставляю горшки к самому оконному стеклу. Оно защищено от верта, утепленной балконной верандой. А проверяя температуру грунта при помощи термометра, можно легко установить, что постоянная температура грунта составляет от 16,5 до 17 градусов Цельсия. Идеальный период покоя. А вот крохотные растюхи с удовольствием располагаются на стеклянной полке непосредственно над прибором отопления. И им это определенно по душе. Эту удивительную грядку северного окна мне необходимо досвечивать. Используя бикалорную лампу с таймером, досветка осуществляется с 6 до 11 утра и с 15.30 до 22 часов. Сейчас вечереет и цвет от бикалорки хорошо виден во время записи ролика, просвечивая мягким светом сквозь интерьерную штору, равномерно распределяя грунт по горшку, приподняв уровень каудекса на 2 см выше предыдущей посадки. Таким образом мы разгоняем корни. Грунт плюс досветка. Так как растение уже проснулось и завязало крохотные листочки на макушке, полив будет осуществляться по мере просыхания грунта, без просушки, чуть тёплой водой обратного осмоса или очищенной системой аквафор, в зависимости от того, чем вы привыкли пользоваться в повседневной жизни. Но первый полив после пересадки будет произведен только на следующие сутки и очень малой порцией. Адениум – небольшой род суккулентных полукустарников, которые имеют каудиформные стебли с экзотическими формами. Когда трубчатые звёздные цветы лилии и импалы появляются, вишневид декоративного растения преображается в прекрасный сад. За последние 20 лет адениумы широко культивируются несколькими заводчиками по всему миру, создавая превосходные вариации и производя широкий спектр сайфтов. Тайцы – впереди планеты всей. В естественных условиях один из видовых культиваров используется бушменами Намибии, чтобы протравить стрелы для охоты, а по поверьям используется в магических обрядах Южной Африки. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Террахайлинг и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok